здравствуйте дорогие друзья я константин царихин на фондовом рынке с 1994 года в сегодняшнем видео я расскажу вам о том как правильно выставлять стоп заявки но прежде мне хотелось бы напомнить вам о телеграм-канале xelius в этом телеграм-канале лучшие трейдеры компании транслируют свои сделки каждое утро публикуется премаркет трейдеры могут общаться между собой и в этом телеграм-канале публикуются самые интересные материалы по мировым рынкам подписывайтесь на телеграм-канал xelius и будьте в курсе всего самого интересного нас уже более 10 тысяч сегодняшнем видео мы поговорим о том как правильно выставлять стопы не секрет что правильное выставление стопов это важнейший элемент в работе любого профессионального трейдера без стопов скажут вам ветераны рынка торговать нельзя так что же нужно знать для того чтобы успешно выставлять стопы во-первых необходимо четко для себя обозначить временной горизонт вашей биржевой операции кто вы краткосрочный спекулянт или долгосрочный инвестор также необходимо определить ориентируясь на график какого масштаба вы будете выставлять стоп это очень важно далее следует также определить для себя предельный процент потерь по стопу включая комиссию или без комиссии это не суть важно но самое главное четко для себя знать сколько процентов от своего депозита вы готовы потерять в одной операции если вдруг она закроется по стопу и наконец исходя из всех этих параметров необходимо выставить стоп на графике так чтобы фоновые колебания цены его не зацепили выставление стопов это и искусство и наука и этому надо учиться давайте сначала поговорим о временном горизонте биржевой операции или как его еще называют о временном горизонте торговли это тот период времени в течение которого вы планируетесь удерживать открытую позицию это важнейший параметр любого профессионального трейдера это важнейший компонент успешной биржевой торговли вам необходимо понять на какой срок вы будете открывать позицию то ли вы ее будете держать внутри недели то ли вы будете держать ее внутри месяца внутри квартала внутри полугодия внутри года или даже вы ее откроете на какой-то очень долгий срок свыше одного года а может быть вы захотите торговать внутри дня и тогда вы можете торговать даже внутри 5 минутного интервала внутри 10 20 минутного интервала внутри получаса часа внутри нескольких часов и это очень важный момент потому что исходя из этого вы будете выставлять стопы на графике того или иного масштаба. И здесь работает очень важное правило. Масштаб графика должен быть на 2-3 уровня ниже, чем временной горизонт торговли. Например, если вы торгуете внутри года, то есть хотите удерживать позицию, например, на срок 10 месяцев, то вам прежде всего нужно ориентироваться на график недельного масштаба, в котором каждая свечка будет схематически отражать ход торгов за неделю. Если вы будете торговать внутри квартала или внутри месяца, то есть смысл обратить внимание прежде всего на график дневного масштаба, в котором каждая свечка будет схематически отражать ход торгов за один день, а при торговле внутри дня на 15 минут график ну помимо этого при торговле внутри дня можно смотреть и на 5 на 10 минутные графики а также на получасовые здесь выбор довольно большой однако на какой бы график вы не ориентировались и в каком бы временном масштабе вы не торговали следует помнить что базовый график на который нужно смотреть в любом случае это график дневного масштаба его периодичность обусловлена смены времен суток день-ночь день-ночь наша земля вертится день сменяется ночью а ночь сменяется днем и большинство трейдеров ориентируется именно на этот график поскольку в его основе лежит природный ритм в котором мы все с вами живем третий важный компонент это предельный размер потерь которые вы можете для себя допустить известный специалист по биржевой торговли доктор элдер свое время рекомендовал инвесторам защищаться двухпроцентными стопами что такое двухпроцентный стоп это такой стоп при закрытии по которым трейдер потеряет 2 процента от своего счета но многие трейдеры торгуют значительно более агрессивно размер их стопов составляет 3 5 10 15 а то и 20 процентов а есть такие смельчаки которые готовы потерять в одной сделке 50 процентов своего капитала но мы настоятельно вам рекомендуем начинать с небольших процентов так например если у вас на счете 100 тысяч рублей то вполне возможно начать торговлю с двухпроцентным стопом это будет означать что вы готовы потерять в одной сделке если она закроется по стопу две тысячи рублей это не очень болезненно и это не приведет к расстройству вашей психики и не нанесет серьезного вреда вашему депозиту вы должны помнить что стопы могут быть двух основных видов тугие и чувствительные тугие стопы это такие стопы которые выставлены далеко от точки входа ожидаемость их срыва низко но и объем открываемой позиции при тугом стопе не очень большой тугой стоп реализует на практике довольно простую философию низкие потери но и относительно низкая прибыль второй вид стопов это так называемые чувствительные стопы их суть заключается в том что они находятся довольно близко к точке входа и ожидаемость их срыва выше чувствительный стоп реализует другую философию она заключается в том что трейдер надеется на довольно большую прибыль но и ожидаемость срыва стопа довольно велика поэтому при работе с чувствительными стопами нужно быть готовым снова и снова входить на рынок чтобы образно говоря поймать синюю птицу счастья давайте рассмотрим следующий пример мы торгуем акциями газпрома и предельный размер потерь по стопу 10 процентов или 10 тысяч рублей от 100 тысячного депозита покупку мы осуществляем примерно на уровне закрытия восходящей свечи на большом объеме на уровне 180 рублей стоп мы ставим немного ниже важного уровня поддержки на уровне 140 рублей таким образом этот стоп относится к категории тугих давайте теперь посчитаем количество купленных акций на одну акцию мы можем позволить себе потерять 40 рублей если мы разделим 10 тысяч на 40 то получим что мы можем купить 250 акций или 25 лотов на общую сумму 45 тысяч рублей в этом примере 55 тысяч рублей у нас останутся свободными то есть не востребованными кажется на них тоже нужно купить акции газпрома но здесь кроется ошибка эти деньги должны быть нетронутыми потому что мы не можем выйти за пределы лимитов 10 процентов если мы и на них купим акции тогда случае закрытия по стопу мы потеряем больше запланированного количества а этого себе мы позволить не можем здесь мне хотелось бы напомнить вам уважаемые друзья что выставление стопов это и наука и искусство этому надо учиться правильное выставление стопов это важнейший компонент успешного трейдинга и многие трейдеры тратят на это обучение довольно большое время давайте рассмотрим чувствительный стоп напомню вам что чувствительный стоп это такой стоп который располагается относительно недалеко от уровня открытия позиции соответственно ожидаемость его срыва высока но чувствительный стоп позволяет нам купить значительно большее количество акций чем тугой стоп и поэтому если рынок пойдет в нашу сторону то наша прибыль будет заметно больше давайте также рассмотрим торговлю акциями газпрома но уже на графике часового масштаба внутри недели на нашем счете 100000 рублей предельный размер потерь 2 процента или 2000 рублей мы покупаем по цене 363 рубля оставим стоп на уровне 359 рублей обратите внимание на график наш стоп находится ниже важного уровня поддержки количество купленных акций определить довольно легко мы вычитаем 359 из 363 и получаем 4 рубля именно такой размер потерь мы можем позволить себе на одну акцию далее мы делим 2000 на 4 рубля и получаем что мы можем купить 500 акций или 50 лотов на сумму 181 1500 рублей сразу видно что эта операция будет маржинальной 81500 рублей трейдер возьмет у брокерской фирмы в кредит но он останется в двухпроцентном лимите следует помнить что короткие позиции тоже необходимо защищать стопами но это уже будут стопы на покупку давайте рассмотрим конкретный пример мы торгуем внутри дня ориентируясь на график 15 минутного масштаба на нашем счете 100000 рублей мы торгуем акциями лукойла предельный размер наших потерь полтора процента или полторы тысячи рублей мы входим в рынок открывая короткую позицию по цене 7480 рублей стоп располагаем выше важного уровня сопротивления на уровне 7540 рублей количество проданных акций у нас будет 25 это 25 лотов на общую сумму 187 тысяч рублей эта операция также будет маржинальный плечо 1 к 2 но мы все равно останемся в полутора процентном лимите что очень важно для контроля над возможными убытками какие же три основных правила следует соблюдать при выставлении стопов и работе со стопами прежде всего надо помнить что если рынок идет в сторону открытой позиции и мы постепенно выходим в прибыль то стопы необходимо двигать вверх в сторону открытой позиции таким образом на каком-то уровне стоп уже будет не столько защищает нас от больших убытков сколько выполнять функцию тейк профита то есть стоп будет уже фиксировать нашу прибыль однако совершенно недопустимо двигать стоп в обратную сторону увеличивая наши потери стоп должен двигаться только в сторону уменьшения потерь или максимизации прибыли такой стоп называется скользящим если же мы вдруг начинаем двигать стоп ниже в сторону увеличения убытков то это является грубейшим нарушением правил трейдинга после окончания торговой сессии необходимо снимать все ранее открытые стоп заявки срок действия которых переходит на следующий день это связано с тем что при открытии рынка следующим утром как правило наблюдается всплеск волатильности цена довольно сильно ходит в стакане вверх и вниз и может так получиться что стоп который остался в торговой системе может быть сорван то есть исполнен по невыгодным для трейдера ценам поэтому давайте с вами не будем забывать про важнейшее правило закрывается торговая сессия мы снимаем все открытые стопы и каждое утро мы представляем их заново но уже только после того как прошел всплеск утренней волатильности о чем следует помнить при работе со стопами во первых надо понимать что время от времени даже у опытных трейдеров происходит то что мы называем проскальзыванием иногда рынок двигается так стремительно что выставленный стоп просто не срабатывает точнее говоря он-то срабатывает но рынок уже уходит довольно сильно от той цены которая обозначена в стопе как цена его исполнения поэтому на высоколиквидных бумагах опытные трейдеры обычно работают со стопами у которых рыночное исполнение как только рынок проскальзывает какой-то важный уровень такой стоп срабатывает автоматически и убыточная позиция трейдера закрывается второй важный момент заключается в следующем даже защитив свою позицию стопом можно нарваться на удар из другого масштаба например торгуя внутри дня и ориентируясь на 10 15 или 30 минутные графики можно получить очень сильный удар почему это происходит это называется ударом из другого масштаба например какая-то группа крупных игроков решает начать игру на повышение или на понижение или возможно со западных рынков приходит какой-то форс-мажорное известие положительное или отрицательное и в этот момент рынок совершенно непредсказуемо начинает двигаться не в ту сторону в которую вы планировали поэтому ваша позиция довольно быстро закрывается по стопу вы нарвались на удар из другого масштаба ну что ж такое бывает и к этому надо относиться философски очень важно при ударе из другого масштаба попытаться не потерять эмоциональное равновесие быстро разобраться в ситуации и возможно открыться в сторону нового тренда также следует помнить о том что если ваш стоп сработал то это не является сигналом о том что выбранный вами инструмент бесперспективен или ваша торговая идея неправильно как раз перед началом нового сильного тренда очень часто многих трейдеров рынок вытряхивает из своих позиций потому что перед этим начинает наблюдаться довольно большая волатильность следует верить в свою идею и при необходимости зайти в рынок 2 3 а то и 4 раза сами по себе стопы не способны привести трейдера к прибыли они лишь контролируют убытки они помогают трейдеру сделать так чтобы содержимое его счета было надежно защищено от каких-то больших потерь однако грамотно выставленный стоп это всего лишь 50 процентов успеха остальные 50 процентов это правильно открытая позиция ну что ж сегодня мы вкратце разобрали вопрос о том как правильно выставлять стопы я надеюсь что это видео было полезным для вас если она вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и не пропустите обновление нажимая на колокольчик в ближайшем будущем вас ждут новые ролики от дениса стукалина и дмитрия черемушкина о секретах профессионального трейдинга на сегодня у нас все я с вами прощаюсь до новых встреч и удачного вам трейдинга